Чижовский плацдарм Мемориальный комплекс в Воронеже, посвященный воронежским солдатам, защищавшим город во время Великой Отечественной войны. Современный памятник открыт 5 мая 1975 года около Вагресовского моста на территории Чижовки, бывшей городской Слободы. Окончательно работы были завершены к 40-летию Великой Победы в апреле 1985 года. Расположен в Ленинском районе города. Мемориал сооружен по проекту скульпторов Толмачевой, ОП Толмачева и архитектора ВК Селютина. Ансамбль погребального комплекса состоит из братской могилы и зала памяти, где на стенах выбиты имена защитников Воронежа. На высоком бодиуме установлена скульптурная группа в виде трех солдат, покрытых листовой бронзой, отдающих салют погибшим. Ветер развивает плащ-палатки за их спинами. В результате в конце первой недели наступления 1942 года немцы уже к 6 июля вышли к реке Дон. Из-за того, что основной мост через Дон в районе Семилук по чьей-то халатности не был вовремя взорван, немцы без особого труда форсировали основную водную преграду и ворвались на улицы города. Оборонять Воронеж на начальном этапе уличных боев против такой армады в то время пришлось в основном бойцам нескольких полков и отдельных батальонов войск НКВД, а также местным ополченцам из числа гражданских лиц. На окраинах города также оборонялись части 232-й стрелковой дивизии, которые растянули оборону по фронту почти на 80 километров. И тем не менее город не сдавался. На его улицах развернулись ожесточенные уличные бои. В бой на улицах города продолжали втянуться и отдельно отходящие части Юго-Западного фронта, а также резервы, спешно бросаемые в бой прямо с колес. Фашисты заняли правобережную часть города, высокий берег реки Воронеж. Советские войска находились в менее выигрышной позиции, на левом берегу, который хорошо просматривался и простреливался врагом. Поэтому перед нашими бойцами с самого начала обороны стояла задача переправиться на правый берег и закрепиться там. Такие попытки предпринимались постоянно. 15 сентября войска 40-й армии перешли в контрнаступление. И несмотря на отчаянное сопротивление немцев, тоже понимавших значимость этого участка, наступление увенчалось успехом. Ночью солдатами была построена переправа на полметра, скрытая под водой. По ней переправлена техника и пехота на правый берег. И в результате неожиданного для врага удара был занят небольшой участок в южной части города. Начинался он лугами от реки Воронеж и заканчивался на высоком берегу в районе, называемом Чижовкой. Этот крохотный, политой кровью кусочек земли получил название Чижовского плацдарма. Солдаты называли этот плацдарм долиной смерти. Участники боев вспоминали. Мы прошли всю войну. Курскую Дугу, Киев, Львов, Польшу, Прагу. Но то, как здесь поднималась в атаку наша пехота, мы не видели больше никогда. Впоследствии один из вологодских ветеранов дивизии ПГ Костин вспоминал. Трассирующие пули прочерчивали свежий утренний воздух. Ухали взрывы артиллерийских снарядов. А бойцы продолжали бежать, с каждым шагом сокращая расстояние до первых домов деревни. Падали мертвые, то здесь, то там вскрикивали раненые. Мы с минометами перемещались по берегу широкой протоки. Впереди нас продвигалось четыре связиста с катушками проводов и полевыми телефонами. Возле них разорвался тяжелый снаряд. Разодранные на куски тела связистов упали в протоку. На поверхности осталось только большое кровавое пятно. Война предстала перед нами такой, какой она есть в действительности. С ужасными, потрясающими душу зрелищами, страданиями, кровью и смертью. На помощь подоспела 60-я армия генерала Черняховского. Бои на Чижовском плацдарме велись кровопролитные. Враг несколько раз пытался его отбить. За три дня было уничтожено 100 огневых вражеских точек, до двух полков немецкой пехоты. Вместе с частями регулярной армии доблестно сражался отряд Воронежского ополчения. Бои за Чижовский плацдарм не утихали все семь месяцев. Сколько там погибло бойцов, неизвестно до сих пор. В архивных документах есть сведения о том, что только 15, 16 и 18 сентября 1942 года наши части потеряли убитыми, ранеными и пропавшими без вести 17 тысяч бойцов. В братской могиле на Чижовском плацдарме захоронены останки более 15 тысяч человек. Поименно известно только 4 тысячи человек. Это самое большое захоронение на территории города. Все мы знаем про Невский пятачок при обороне Ленинграда. Но мало кто знает, что был свой Невский пятачок и в Воронеже. Это Чижовский плацдарм. В конце августа и сентября 1942 года командование Красной Армии предприняло попытки закрепить с собой плацдарм на правом берегу Воронежа. Не с первого раза, но нашим войскам это удалось. Чижовский плацдарм, прозванный у солдат Долиной Смерти, начинался от заливных лугов правобережья и поднимался на крутые береговые холмы южной части города. Чтобы попасть на плацдарм войскам, было необходимо форсировать реку Воронеж. Для форсирования реки советские военные инженеры придумали и применили подводную переправу. Бойцы по ночам сооружали эту переправу из бетонных осколков битого кирпича на полметра, прикрытую водами реки и невидимую с воздуха. По ней в одну из ночей на правый берег была переправлена техника и пехота. В результате внезапно нанесенного удара был захвачен плацдарм в правобережной части города, который, несмотря на неоднократные попытки врага отбросить войска, продолжал оставаться за нашими бойцами. Сражение на Чижовке не прекращалось до самого освобождения города. В итоге, в ходе непрекращавшихся кровопролитных боев, на Воронежском направлении была скована боями огромная группировка противника, которую немцам так и не удалось использовать под Сталинградом. О серьезности этого участка фронта для немцев говорит и то, что в разгар боев в Воронеже ими была переброшена дивизия даже из-под Сталинграда. Битва за Воронеж создала все условия и предпосылки для победы наших войск под Сталинградом. Осенью 1942 года во вражеской обороне у Воронежа образовался выступ своего рода Воронежская дуга глубиной около 100 км при длине основания около 130 км. Внутри этого выступа располагались 10 немецких дивизий 2-й армии и 2 венгерские дивизии. Советское Верховное Главнокомандование решило нанести удар по флангам этого выступа. Воронежско-Косторнинская операция началась 24 января 1943 года. В результате этой операции 25 января были полностью освобождены все районы города, оккупированные немцами. А на всем Воронежском направлении вся вражеская группировка оказалась в полном окружении. Получился так называемый Сталинград на Верхнем Дону. Ожесточенные бои продолжались до 17 февраля. Противник пытался прорвать окружение, но был разгромлен. Враг потерял до 11 дивизий, 9 немецких и 2 венгерских. Почти все тяжелое вооружение и технику. Разгром немецко-фашистских войск под Воронежем в ходе Воронежско-Косторнинской операции с полным правом позволяет говорить о ней как о крупном успехе советских войск в 1943 году.